Сирийцы останутся единым народом Сирийцы останутся единым народом Вожди племен Восточной Сирии выступили за сохранение территориальной целостности страны Масштабный конгресс лидеров арабских племен западного и восточного берегов Ефрата В котором приняли участие более 6000 делегатов Прошел 25 января вблизи населенного пункта Итрия на востоке провинции Хама В нем также участвовали старейшины Курдской, Чеченской, Черкесской и других национальных общин Участники первого в новейшей истории конгресса племен Восточной части Сирии Выступили в поддержку территориальной целостности страны под руководством президента Башара Сада Здесь собирались представители всех племен Сирии, особенно восточных провинций региона Алипа Чтобы сообщить всему миру, что сирийский народ един, заявил журналистом модератор собрания политолог Мухаммед Саид Хамад Многие средства массовой информации, особенно западные, постоянно показывают нас в виде каких-то диаспор и групп Нет, мы один народ, таким мы были и остаемся Этот конгресс прошел, чтобы сообщить всему миру, что сирийский народ сохранил целостность и даже малая часть страны не будет оккупирована Организаторами съезда выступили братья Катаржи – весьма влиятельные люди в сегодняшней Сирии В период вооруженного противостояния с террористическими группировками они сыграли важную роль в разгроме террористов, поддержав правительственную армию своими добровольческими отрядами К участию в конгрессе братья Катаржи пригласили самых авторитетных шейфов бедуинских племен, представителей многочисленных национальных меньшинств всех, кто сходится во мнении, что Сирия должна быть единой Мы отвергаем и будем бороться с американским присутствием, с любым иностранным присутствием здесь ради освобождения каждой пяди сирийской земли и для того, чтобы не дать сохраниться здесь никакому иностранному влиянию, заявил шейф племени Шумар Вали Цаад Шумари Своё мнение высказал Имарадаут Арраза, представитель сирийских чеченцев Нам предоставлены все права и свободы, мы полноценные граждане Сирийской Арабской Республики, мы выступаем против разделения Сирии, мы выступаем против сепаратизма и за единую сирийскую нацию Делегаты приняли резолюцию, в которой объявили о приверженности единству Сирии под управлением президента Башара Сада, а также потребовали скорейшего вывода войск международной коалиции с территории страны В ходе съезда более 80 бывших боевиков, которые не совершали тяжких преступлений, были амнистированы и переданы старейшинам их племен На северо-западе провинции Алипа в районе города Манбиджа военная полиция вооруженных сил РФ продолжает патрулирование, обеспечивая безопасность местных селений Обстановка спокойная Крестьяне настроены благодушно Местные жители, особенно дети, с радостными приветствиями встречают российские бронированные машины Тигр Почти два года эту территорию контролировали курские ополченцы В конце декабря они покинули ее, переместившись на восточный берег Ефрата Теперь в районе разместились правительственные силы Мы вернулись сюда месяц назад, за это время мы смогли заново обустроить границу, теперь она полностью под контролем сирийской армии Наши русские товарищи помогают нам обеспечивать безопасность и патрулировать местность Рассказал журналистам солдат сирийской арабской армии, несущий службу на блокпосту У российских военных полицейских задача не только военная, но еще и в каком-то смысле дипломатическая налаживать контакты с местными жителями Ведь они лучше знают окрестности и всегда сообщат, если увидят чужака или наткнутся на мины К нашим военным у крестьян полное доверие Русские полицейские, говорят старики, самые надежные гаранты безопасности Когда здесь были американцы, нам было не по себе, признался журналистом крестьянин Али Шаман Ведь мы их сюда не звали Ваши военные совсем другое дело, они действуют вместе с сирийской армией И мы надеемся, что вскоре так будет не только здесь, но и по всей стране В минувшую пятницу в работе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим марокканским коллегой Нассером Буритой Еще раз указал на важность восстановления контроля сирийского правительства над всей территорией страны, включая северный район Сар Убежден, что это будет оптимальным шагом и решением всех проблем, которые сохраняются в этом регионе, подчеркнул он Как можно меньше должно быть иностранного вмешательства Исходим из этого в рамках работы астанинского процесса В феврале состоится очередная встреча в Астане с участием трех стран-гарантов Россия, Турция, Иран Ред – представители сирийского правительства, оппозиции, наблюдатели от ООН и Иордании Думаю, что весь комплекс вопросов будет решаться там По его словам, благодаря кропотливой работе с правительством САР и оппозиционерами страны-гаранты астанинского формата подготовили предложение по составу Конституционного комитета «Надеемся, – сказал глава МИД России, – что в самое ближайшее время комитет сможет собраться на свое учредительное заседание «Создание буферной зоны в Сирии не может быть предметом договоренности между Москвой и Анкарой, это должно решаться с участием Дамаска», – отметил российский министр, отвечая на вопрос на пресс-конференции «Что касается дискуссий про буферную зону, зону безопасности, то это не может быть предметом договоренности между Россией и Турцией», – подчеркнул он «Это должно быть предметом договоренности с участием сирийского правительства, потому что в конечном итоге необходимость восстановления контроля сирийского правительства над всей территорией, включая зону, для всех очевидна При этом Сергей Лавров указал, что Россия исходит из того, что Аданское соглашение остается в силе Аданское соглашение 1998 года было заключено между Турцией и Сирией Его суть сводится к тому, чтобы устранить озабоченности Турции в отношении своей безопасности Руководство САР пошло на заключение этого соглашения, взяв на себя определенные обязательства И мы исходим из того, что это соглашение сохраняет свою силу Как я понимаю, так же считают и страны участницы этого соглашения, пояснил глава МИД России Наша справка Осенью 1998 год в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение Одним из поводов к его заключению стала беспокоящая Анкару деятельность рабочей партии Курдистана, РПК Ее лидер Абдулла Хаджалан, ныне отбывает пожизненное заключение в Турции, покинул территорию САР Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган считает, что заключенное в 1998 году соглашение позволяет Анкаре проводить трансграничные операции на сирийской территории в случае исходящих оттуда угроз Надо отметить, что на территориях восточнее эфрата вожди бедуинских племен далеко не всегда находят общий язык с командованием созданного при участии США Альянса «Сирийские демократические силы» СДС, костяк которого составляют курдские боевые отряды Дело в том, что курдские формирования вошли на земли традиционного проживания сирийских арабов и зачастую действуют, не считаясь с местными традициями Имеют место насильственный набор в отряды СДС, аресты В феврале состоится очередная встреча в Астане с участием трех стран-гарантов, представителей сирийского правительства, оппозиции, наблюдателей от ООН и Иордании Так, в минувшую среду на юго-западе сирийской провинции Рака, в населенном пункте Аль-Мансура, в 16 километрах восточнее Г. Тапка Начались столкновения между мужчинами местного арабского племени Букхамиз и бойцами СДС Поводом для обострения ситуации стало убийство местного жителя, который отказался вступать в ряды СДС На улицы города вышли сотни людей и стали разрушать блокпосты СДС, что вынудило командование Альянса вывести из города свои подразделения Недовольство жителей провинции Рака также вызывает нежелание руководства СДС заниматься восстановлением Раки и других разрушенных войной населенных пунктов Аналогичная ситуация складывается и на северо-востоке провинции Дей-Рез-Зор, где курские и арабские отряды СДС завершают разгром отрядов игиловцев, прижатых к левому берегу Ифрата Успеху операции способствовали удары авиации международной коалиции, огонь батареи американской и французской артиллерии Неоднократно задействовались даже стратегические бомбардировщики По оценке Мазлы Макабани, названного в его интервью агентству Франц-пресс-командующим СДС Последние боевики ИК, сохраняющиеся на востоке Сирии, будут ликвидированы в течение ближайшего месяца Наши силы завершают операцию против ИК, дни которого сочтены Мы ожидаем, что в течение предстоящего месяца мы можем официально объявить об окончании военного присутствия так называемого халифата в Сирии Кабани сообщил, что несколько сотен боевиков окружены курскими силами в деревнях на востоке Сирии в долине реки Ифрат около границы с Ираком Операция затруднена тем, что экстремисты широко используют законспирированные ячейки, действующие на освобожденных ранее территориях и организующие покушения и теракты с участием смертников К этому уместно добавить, что сохранению подполья исламских радикалов благоприятствует тяжелое социально-экономическое положение в Заефрате Большинство некогда процветающих прибрежных населенных пунктов, жители которых в основном арабы, разрушено Законные власти провинции Дейрес-Зор на восточный берег патрулями СДС не допускаются Мосты через Ифрат разрушены ударами западных ВВС, и командование сил международной коалиции препятствует сооружению понтонных переправ Американская сторона при этом так и не дала вразумительного ответа на открытое письмо, в котором неделю назад главы 35 племен высказали просьбу восстановить сухопутное сообщение через реку Российские военнослужащие в Сирии доставили в конце минувшей недели теплые вещи и школьные принадлежности в поселок Шейф-Мискин в юго-западной провинции Дера, а также выдали 500 продовольственных наборов жителям района Арбин в Восточной Гуте Об этом сообщил журналистом представитель Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Эдуард Титов Акция в Шейф-Мискине прошла при участии фонда имени Ахмада Кадырова Взрослые получили полотенца и одеяло, а дети школьные рюкзаки По словам приехавшего в Шейф-Мискин члена Совета Федерации от Чеченской Республики Зида Сапсаби, эта акция показывает, что Россия, как никто другой, заинтересована в стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике Раздача гуманитарной помощи жителям Арбина состоялась в здании Православной Церкви, которая пострадала от огня, когда Восточная Гута, восточное предместье Дамаска, была захвачена незаконными вооруженными формированиями Там же и российские военнослужащие организовали медицинский кабинет, в котором фельдшеры осмотрели пациентов и выдали необходимые лекарства нуждающимся По словам настоятеля церкви Ильяса Неми, сейчас, когда Гута освобождена, сирийцы-христиане, бежавшие в Дамаск, постепенно возвращаются в уцелевший дом До войны в Арбине было 250 христианских семей, пояснил он Когда к городу подошли террористы, они все бежали, эвакуировались в Дамаск Сейчас многие возвращаются Здесь очень ждали российскую гуманитарную помощь Многие наши прихожане обращались к вашему командованию Всего с начала процесса урегулирования российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены 2051 гуманитарная акция Общий вес гуманитарного груза составил 3236,4 тонны Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ помощь оказано 104 461 жителю Сирии Владимир Молчанов, Красная звезда